всем приветствую сегодня я начинаю новый плейлист креатив комон это рабочий материал принципе стоковые видео или видео для прав для повторного использования в общем по сути просто рабочий материал снимал этот ролик один из первых какой из них был 1 я уже не помню поэтому взял наугад вот это собор это на плейлисте странная история он назывался по моему почему скрывают нижний уровень церкви до соборе в этом действительно есть подвал он насколько я знаю примерно где-то 4 метра но опять же чего мы там не знаем там наверняка еще есть какие-то двери для которые даже перед сотрудниками не открываются поэтому говорить сложно насколько там все серьезно и в том ролике я пытался показать перепады вот эти все что там есть подземелья очень много под этим городом которые все закрыты во время войны естественно их использовали военные после войны также их использовали вай военные это во времена холодной так называемой войны ну а когда все это развалилось дело их в общем-то замуровали те знакомые которые там побывали рассказывают что там даже оборудование сохранилось кровати и так далее но это было уже давно сейчас не знаю как он там все состояние но дело в том что эти знакомые рассказывали что там все заштукатурено поэтому что-то там понять довольно сложно конечно надо побывать чтобы об этом говорить почему я эти ролики делаю вообще это было изначально задумка такая об этом к сожалению некому на сегодняшний день подтвердить об этом знал только мой друг юрий юханов с восточной украины он этим летом ушел покинул этот мир и в общем то но это в принципе не важно я никому не собираюсь ничего доказывать просто материал под накопился к сожалению качество иногда не очень я всегда старался входы качестве снимать камера более-менее снимает входы качестве но к сожалению при разном освещении если освещение хорошее то она снимает ходы если освещение недостаточно то уже ходы не получается получается там по моему 720 поэтому но это все зависит от того кто будет брать материал надо ему не надо он сам будет смотреть и решать стоит ли ему взять этот материал или нет какие-то будут входы какие-то к сожалению нет но я наверное пожалуй весь материал переработаю пересмотрю потихоньку и весь потихоньку выложу на этот плейлист также ролики скорее всего буду называть именно так что я показываю допустим это собор так и напишу собор хальбрштадт или там допустим здание или какая-то церковь допустим ли фраун кирхи еще что-то в общем по названию можно будет сориентироваться чтобы можно было потом в гоглях найти информацию о этом объекте который на видео как назвать плейлист наверное что-нибудь связанное с креатив камон вот так примерно как-нибудь и назову что-нибудь сейчас еще не знаю потому что видео довольно много накопилось еще не думал на об этом вообще планах было сделать сайт но я говорю это юрий должен был делать но он ушел поэтому я сайт сам не умею делать поэтому я подумал хотел второй канал сделать но думаю принципе второй канал всегда можно успеть сделать проще же куда сделать это плейлист на своем канале пока он существует можно сделать если удалят сделаем тогда второй канал принципе вот эти ролики сохранить тоже не проблема также как и весь материал который я монтирую в смысле снимаю я его пытаюсь сохранить ну конечно который более-менее нормальном качестве собор и церкви дома замки подвалы все это я тут пытался снять и показать именно в помощь свободным исследователям не знаю пригодится им это или нет представления не имею конечно хотелось бы чтобы пригодилась и чтобы кто-то брал пользовался возможно кому-то этот материал очень даже пригодится вот например или на топсида делала ролики у крепости кёнигштайн я не знал когда посмотрел ее ролик думаю вот как было бы хорошо если бы у нее был мой материал ролик был бы намного интереснее она очень хорошо эту тему подымает поэтому для нее материал такой был бы очень здорово в общем то передавайте привет свободным исследователям материала здесь весь выложу может быть кому-то что-то и пригодится конечно будет неприятно осознавать если этот материал никто не будет брать никто не пользовать получит получится что вроде бы как бы я зря это делал но хотя в этом мире ничего зря не делается что-нибудь да с этого все равно будет конечно я думал о том что почему вот свободные исследователи которые занимаются тоже съемки делают почему они не делают такого вот креатив кому например материал выкладывать чтобы другой мог взять и монтировать нормально блогера я принципе понимаю есть очень много таких диванных работников которые будут в ладошке хлопать ура у нас получил появился халявный материал в принципе ничего плохого я в этом не вижу пускай хлопают дело в том что есть и хорошие свободные исследователи которые зимой например не могут ничего снимать некоторые просто даже выехать не могут куда-то некоторые не могут поехать за границу снимать мое мнение вообще если появится хотя бы один такой человек в каждом городе или хотя бы в каждой стране тогда это уже будет здорово с таким материалом например снимать и выкладывать креатив камон к сожалению по креатив камон и там посмотрел послушал как это все работает вроде бы говорят что эту функцию можно выключить я не знаю как это youtube делает это конечно очень странно если я включил то по идее уже если это действительно мой материал то как я ее могу выключить это очень странно я понимаю когда допустим я сделал один ролик там ранее по моему а магдебургской крепости и тоже включил креатив камон потом я добавлял туда музыку и автор музыки включил авторские права и естественно монетизацию забрали и youtube отключил этот креатив камон это я понимаю полностью согласен вот тут какая-то функция немножко странная слышал что вроде можно ее отключить если это действительно так то я не понимаю для чего это так делается в общем авторские права я не собираюсь отключать я даже некоторым предлагал этот материал даже писал иногда комментариях там берите материал без музыки намекал там с музыкой решайте сами музыку надо каждую проверять и потом даже если сегодня ее проверил и на нее нету авторских прав то через какое-то время она может стать с авторскими правами мне так уже сколько раз предупреждения за музыку прилетали и вот сейчас у меня в данное время висит одно предупреждение но это уже правда за другую тему это по теме барана фигуса вот этого не прилетела поэтому на эту тему я так понимаю тут вообще ничего нельзя ну по крайней мере архитектуру я думаю всегда можно будет выкладывать в общем вот такая моя мысль это рабочий материал кто хочет пользоваться будет пользоваться кто не хочет это его дело я понимаю если есть такая функция что можно выключить кто-то даже просто будет бояться если ну мало ли вот вдруг у меня когда-то крыша поедет я возьму выключу этот креатив камон от этого конечно не прилетит никому ничего но когда я выключу креатив камон я могу еще и пожаловаться вот тогда прилетит уже точно но это в каком случае ну наверное есть такой один процент если вдруг у меня планочку сорвет вот до такой степени я на кого-то обижусь и у меня планка раз и поедет но я думаю такого не случится по крайней мере я надеюсь надеюсь этот материал пригодится людям его будут использовать ну в принципе все тут что я показывал вот эти перепады я показал сначала собор именно в городе хальбристад сказал что там есть уже много неизвестного его туда спустился гораздо ниже и вот показываю вот эти вот стены и вот эти вот отдушины в общем там двери когда-то были потом замуровали и оставили вот такие квадратики качестве отдушины туда можно заглянуть и видно что там все уходит гораздо глубже потом слышал что с нашего городка как минимум восемь километров тут лежит деревья деревня лангенштайн как минимум туда идут эти подземелья есть тут еще одно не небольшое где вроде говорят во время великой отечественной войны делали моторы для самолетов туда даже туристов водили мой знакомый один там побывал к сожалению то что он мне рассказал мне не очень понравилось он рассказал вот здесь мы видим кирпичные до стены он мне рассказал что там все заштукатурено какие стены не видны либо там вырублено вырезано был там песчаник или еще что-то каким образом вырезано разглядеть к сожалению невозможно вот в чем вся проблема я даже хотел как-то туда попасть я знал что туда группами набирают иногда туристов водят но когда вот с ним поговорил он мне рассказал все это конечно у меня желание туда как бы попасть уже отпала потому что когда ты не видишь стены каким образом они вырезаны все равно ничего не понятно ну да саму просто ходить вот эту вот огромную пещеру вырезанную каким-то образом снимать немножко интересно но не особо размеры он как говорил что там груз грузовики могут ездить также знакомые побывали еще самостоятельно в некоторых местах это уже довольно давно были еще открыты не в некоторых местах входы после того когда военные бросили все это дело и где-то местами были открыты и там люки какие-то через люки можно было попасть и некоторые знакомые туда попадали там гуляли лазили какой-то немец даже рассказывали там и еще дд ровские марки нашел тоже попытался там продать видать неправильно продавал быстренько его нашли так скажем не знаю что там его оштрафовали по моему точно не помню уже по рассказам в общем это материал делитесь делитесь этой информации со свободными исследователями на этом пожалуй все хотите досматривайте не хотите там я где рассказывал можете более конкретно об этих местах но в принципе идут цокольные этажи это я уже название озвучил могу еще раз сказать почему скрывают нижний уровень уровень церкви или церкви не помню что-то в этом роде в общем пользуйтесь надеюсь это пригодится всем удачи счастья здоровья пока спасибо спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...